Ребятки, всем привет! С вами Александр. У нас новый-новый остров, атлетический остров. Такой классненько сделан, да, в стиле древнего, там, древней Олимпии. Это у нас, наверное, может быть, когда в Олимпе происходили там битвы, соревнования разных древних атлетов, в общем-то. Ну, а мы будем соревноваться с монстрами, чтобы получить новых монстров. Вот так вот выглядит наше первое задание. У нас тут Рудикус, давайте сейчас перейдем на Монстр Вики, глянем, что у нас там в целом находится. Так, а в целом у нас дается всего лишь 12 дней, то есть прошло уже 4 часика, пока я это снимаю. Вот наши, собственно говоря, все монстры, их 8. Это у нас Рудикус, Пегас. Рудикус у меня есть, Пегасус, по-моему, нету, Джарни нету, Купид нету, Колдберус, по-моему, я его получил, ребятки. Так, Лейс точно есть. Вот, конечно, самое вкусное, это у нас Диско Болус. Да, кстати, да, не та, не Диско, это древний, древний, древний вид спорта. И Джабелин. Это у нас, наверное, метатель копья, короче. В общем-то, ну, конечно, интересно, 7-8 монстр, но у нас проблемка, знаете, какая с этим островом? Вот, сейчас я вам покажу. Вот там вот внизу даже у нас вот тут бедные наши англоязычные коллеги вот тут жалуются. Эй, ребятки, что случилось с нашими графиками? Они очень сильно нам помогали. Да, и вот такие вот графики нам очень сильно помогали. Видно было, сколько в какой день будет стоить монстр. Там же были схемы, даже потратив минимальное количество, количество кристаллов, тупо купить первых несколько монстров, там, потратив, допустим, 300, там, 300, 400, там, кристаллов можно было получить всех. А сейчас мы этого, ребятки, в общем-то, не знаем. Ну, давайте сейчас будем глядеть, что нам для этого нужно будет. Ну, ничего нового они не придумали, конечно. Собираем золото. Потом, блин, скрещиваем, ё-моё. Так, у нас череп, 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 блин, шлем. Шлем, это у нас скрещивание, такой древнеримский шлем. И три битвы на карте, в общем-то, это у нас изображается двумя перекрещенными стрелами. Так, за Пегасоса нам нужно тоже собирать золото. Тоже битвы, и здесь уже не высиживание, а не скрещивание, а высиживание. Ну, на самом деле, это один и тот же процесс, правда, нельзя же высидеть монстра, не скрести его. Так что, разницы нет. Так, на третьем монстре у нас уже появляется задание по кормлению и задание по ПВП боям. Ну, по традициям, вообще-то нормально, мы можем получить первых шесть монстров. То есть, да, вот, шесть монстров, если так хорошо не тупить, как говорится, а все успевать, а седьмого, восьмого получить, ну, там, там, короче, его невозможно получить, не потратив на это специально кристаллы. А теперь давайте сейчас на примере двух монстров я покажу, кто не в курсе, как это все дело зарабатывается. Вот это наша таблицка первая, Рудикус. И смотрите, как здесь все работает. Так, нам нужно собирать золото, так, скрещивать брит и выполнить три боя. Ну, три боя ПВП, все, все просто, да, мы сейчас на примере, на примере игры это я все вам покажу уже, да. Ну, как это все дело считать? Вот, каждый час, вот, появляется одна единичка вот этого тапочка такого летучего за золото. То есть, каждый час мы можем получить одно очко за собирание золота. Но изначально нам дается восемь очков, то есть, пул восемь, то есть, максимум мы можем получить восемь. То есть, восемь часов мы не заходили в игру, зашли в игру и сразу можем получить восемь. Вот так вот это все дело работает. Чтобы получить этих восемь, шанс у нас 30%, то есть, нужно восемь у три, 24. То есть, 24 раза собрать золото, и мы получим, получим все восемь вот этих штук. Соответственно, если нам нужно их собрать 23, нам нужно на это потратить 15 часов. То есть, 15 часов, ребятки. Ну, на самом деле, у меня какая-то ерунда случилась, сейчас я там вернемся, я вам покажу. Так, по поводу скрещивания, то есть, тоже сходу нам дается возможность получить два, два таких значка. И потом еще через восемь часов, как видите, вот, нам нужно будет получить третье. То есть, понимаете, да? Пул два, изначально, когда мы приступаем в борьбу за нового монстра, пул полностью заполнен. То есть, мы сразу можем получить восемь этих, два этих, и каждых восемь часов появляется еще один значок. Или каждый час появляется еще один значок. Ну, а сражения на карте появляются каждых два часа. То есть, здесь все просто. И вот, собственно говоря, наши соперники. Один, два, три. Три боя на карте. Давайте теперь на примере второго, что мы посмотрим. То есть, все эти параметры меняются. За второго монстра нужно 28 раз собрать золото. Пул здесь уже будет пять, не восемь. И появляться будет каждый час тридцать. То есть, и промежуток растет, и пул уменьшается. То есть, становится сложнее. Ну, битвы никогда не меняются. Всегда перерыв два часа. И вот, собственно говоря, высиживание яиц. Пул два. То есть, мы сразу можем получить два. Ну, и через восемь часов получаем третьего. Все просто. Так, что у нас есть? Где-то есть что-то посложнее. Три боя ПВП можем выполнить за раз. Но, сразу скажу, есть одна фишка. Боя ПВП. Вот, первый бой никогда не считается. Не знаю, что такое глюк. Вот, первый бой выполняете ПВП, он не посчитается. Выполните три боя, вам засчитают два очка. А выполните потом еще три боя, вам засчитают в следующий раз все уже три боя. Короче, есть такой какой-то глюк. Первое очко почему-то не засчитывается. Первый бой ПВП. То есть, ну, это, естественно, выигранные бои. Так, ну, и вот еще у нас такая корочок надгрызина. И это у нас кормление монстриков. Ну, тут все просто. То есть, принцип вы поняли. Пул сразу заполнен. Каждый, каждый вот этот промежуток спаун появляется плюс еще одна единица. Но не больше пяти за раз в данном случае. Или двух за раз в данном случае. Каждые восемь часов появляется еще одиничка. В общем, по такому принципу, ребятки. Ну, уже принцип это всем знаком, кто играет. Это к тому, кто первый раз, скажем так, вступает в борьбу за монстров на этом острове. Я, как и раньше, не люблю такие острова. Я люблю лабиринты. Там все видно и понятно, куда идти. Можно думать, планировать. А здесь, конечно, вообще ерунда. Тем более, еще нам не нарисовали эти графики. Это полный ахтунг, короче. Так, ну а теперь возвращаемся в игру. Так, в общем-то, вот, ребятки. Мы находимся на Рудикус. И вы видите, у меня написано, собирать золото 20 из 23. То есть, у меня каким-то фигом полный пул. Хотя, я не представляю, как это можно было сделать. Если прошло-то всего, сколько там, 4 часа, по-моему, да? Я мог получить 8 плюс 8, ну, блин, ну, 16. Да, какие, не 16 даже. За 4 часа 8 плюс 4, 12. А у меня от каким-то фигом уже, уже насобиралось 20 этих очков. Я не знаю, ребят, откуда это взялось. Какой-то глюк. Давайте попробуем выполнить какой-то еще у нас хэдж. О, плюс 1. Так, сейчас давайте будем сразу что-то продавать. О, мега-ст. У меня, кстати, еще вырос один. Поместить, ну, давайте туда поместим. Я уже легендарных своих, уже почти всех повыводил. Так. Тебя поместить. Есть куда поместить. Да, у меня ждут остров тоже понемножку буду заполнять. Наш остров. Так. И ставим повторы. То есть, как мы помним, ребятки, мы можем сразу получить 2. 2 черепушки, то есть, по идее, я еще одну должен получить. Но, опять же, стоит оговориться, с этим постоянно глюки какие-то. То есть, я вот с двух инкубаторов выращиваю. В первом выращиваю быстрых монстриков, во втором выращиваю более медленных монстриков. Говорят, что монстр должен высиживаться, ну, точнее, скрещиваться не меньше часа, чтобы оно, типа, гарантированно засчиталось. Но, на самом деле, оно глючит в этом плане. У меня ни разу не получалось, чтобы было без каких-либо проблем. Так, продаем эти лишние. Они мне уже не нужны, у меня уже максимально прокаченные. О, вот еще один. Плюс один, видите? То есть, монстрики, самые дешевые, вот сейчас засчитали. Может, они поправили этот баг? Ну, короче, теперь уже считается. Так, выключил запись на компьютере. Так, judgment у меня есть, ребят, когда judgment голосуем, кого будем качать. Judgment есть, доктора Виктора прокачали. Все прокачали. Так, идем дальше. То есть, выполнил уже все. Через какое-то время можно попробовать еще будет выполнить. Но первого монстра я получаю очень быстро. 11 дней. 12 же вроде всего дней давалось. Я вроде бы не провтыкал. Так, вот так вот выглядит наша арена. Прям колизей какой-то. Давайте выполним сейчас наш первый бой. И у нас должен быть Ляк Рок, Рок Друид и Колберус. Да, все правильно, кажется. Монстр Вики нам не врет. А потому мы всех порвем. Вот такая вот у нас, можно сказать, ритмочка была, ребятки. Следите за обновлением на Монстр Вики. Может быть у нас появятся вот эти вот графики, которые будут показывать, через какое время, сколько будет стоить монстрик. То есть, ну, этот график показывает, через сколько он будет стоить дешевле, если мы все выполняем правильно. То есть, собираем там каждый, каждых 8 часов там, или заходим в игру, и все это дело вовремя собираем, кормим, деремся. То есть, это при идеальном выполнении, чего, конечно же, у нас не получится, потому что ночью мы спим, там еще, 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 что там. Так что, такие вот дела у нас, в общем. Первый бой я выполнил, следующий бой будет, как всегда, через 2 часа, а еще через пару часиков, в принципе, можно попробовать еще вырастить одно чудище. Поскольку 4 часа уже прошло, может оно как-то там побыстрее нам засчитается. Ну, и 3 еще нужно нам. Так, ты, продадим тебя. Э, че это я повторы не поставил? Надо ставить повторы. А, а тебя стоит бы, мне кажется, вырастить, поместить, поместить, да. Надо пустить на переработку, кстати, ребятки, давайте зайдем улучшить. 100 миллионов, 100 миллионов, мне не хватает последнего уровня. У меня 68 миллионов, ребятки, значит, скоро мы уже это все дело извлечем. Так, сейчас эту обезьяну пустим на переработку. Роктилу, где ты там, Роктилу? Кстати, я уже одну прокачал, да. Будем Роктилу. А, у нас такая огненная, ну и ладно, пойдет огненная на переработку. Много всего я уже здесь прокачал. Вот, самый главный, моя гордость, это вот. Панда Кен 105 уровня, жду пока на собираю 100 миллионов после прокачки в лаборатории. И то же самое мне с Гринозавром, да, или как-то мне его зовут? Где ты? Ух ты, сколько мне их много. А, он сейчас у меня скрещивается. Вот ему его здесь нет. Ну и понемножку прокачиваю, ребятки, остальных монстров. В общем-то, пока что это все. Пока что это все, что я хотел вам сказать. В общем, Атлетический остров ждет нас. Всем пока, до новых встреч.